Менее чем за месяц гусеницы непарного шелкопряда уничтожили десятки гектаров леса, деревья, траву и кустарники. Опустошив большие территории, отправляются доедать дачные участки. Виновники, вредители сельского хозяйства, предпочитают видеть в своем привычном рационе лиственные породы. Очень любят многовековые дубы, липы и березы. Но голод, как говорится, не тетка, пирожка не поднесет. Тогда в еду идет все зеленое. Большие повреждения, насколько мне известно, были в Спасском, в Нурладском районе. Сейчас, правда, вспышка эта заканчивается ввиду того, что гусеницы уже подросли и начинают окукливаться. Но вообще ущерб нанесен лесному хозяйству достаточно большой. Очередная вспышка массового размножения непарного шелкопряда фиксируется не первый год. Различаются только регионы. Благоприятные условия, температурные режимы и хорошее питание могли привести к резкому росту численности насекомых и их распространению на большие расстояния. Кроме того, благодаря множеству волосков, у гусениц их может переносить ветер на десятки километров. Как известно, птицы – помощники в борьбе с вредителями. Однако сейчас не тот случай. Проблема заключается в том, что его гусеницы покрыты очень длинными волосками, которые, в принципе, ядовиты. Поэтому птицы этих гусениц не едят. Та картина, которую мы наблюдаем сейчас – следствие очередной вспышки массового размножения непарного шелкопряда. Подобные появления бабочек в городах происходили в 1892 и в 1957 годах, когда даже стены московского Кремля были обложены кладками шелкопряда. Самый волнующий вопрос – с связано нашествие и о чем оно свидетельствует. Несмотря на весь масштаб потерь, эксперты отмечают, что при поедании листьев гусеницами непарного шелкопряда деревья повторно распускают листья в том же году. Риск усыхания и гибели лесных насаждений возникает только при объедании листвы на протяжении двух-трех лет подряд.